Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео я хочу вам показать, как можно легко просверлить любую высокоуглеродистую сталь. В основном такую сталь имеют ножовки по металлу, ножовки по дереву, разные рода ленточные пилы и так далее. То есть те, кто уже пробовал, знают, что высокоуглеродистую сталь очень тяжело просверлить обычным сверлом по металлу. В качестве эксперимента я взял два вот таких вот полотна по дереву и обычную простую вот такую профтрубу с обычной стали, не высокоуглеродистой. Сейчас попробуем это все дело просверлить обычным сверлом по металлу, и вы увидите, как сверлится вот такой металл и вот такой металл. Вот возьмем, например, сверло на 3,5 мм, чтобы процесс был намного быстрее. Ставим обязательно вторую скорость, если у вас шуруповерт, они дрели. Все, как вы видите, обычный металл, обычную сталь сверлит без проблем. Сверло по металлу. Теперь же этим же сверлом мы попробуем с вами просверлить вот такую сталь, которая используется для разного рода пил. Видите, она легко гнется и возвращается в свое положение. Это высокоуглеродистая сталь. К сожалению, марка стали тут не написана, но, в принципе, на всех пилах она практически одинаковая. Как вы видите, даже стружка не летит, это сверло не может просверлить вот эту сталь, потому что сталь очень прочная, каленая, и вот, точка появилась, все, никакой стружки, ничего нет, вы можете сами наблюдать. Теперь давайте попробуем просверлить вот это полотно. Также сейчас капнем немножко маслица. И тот же самый эффект. Здесь практически вообще даже точки нету. Сейчас я вам покажу два варианта, как можно просверлить вот эту сталь. Один вариант при помощи обычного сверла по металлу. Как вы видели, оно не сверлится, но есть одна хитрость. Для второго варианта мне понадобится вот такое специальное сверло. Возможно, кто-то из вас уже пользовался такими сверлами. В основном эти сверла предназначены для сверления кафеля, либо керамогранита. Вот так оно выглядит. Вот такой у него твердосплавный наконечник, острый. И сейчас попробуем просверлить вот этим сверлом. Давайте заменим сверло. Кстати, диаметр этих сверл бывает абсолютно разный под любые ваши отверстия, какие вам надо сделать. По стоимости сверла сейчас можно найти очень недорого. Практически по цене обычных сверл по металлу. Добаются они в любом строительном магазине. Итак, пробуем. Смотрим на результат. Появилась стружка и появилось отверстие. Но как же быть, если у вас нет вот такого сверла по кафелю, и вам нужно просверлить отверстие в такого типа стали. Сейчас я вам покажу небольшой лайфхак. Для этого нам понадобится обычная газовая горелка. К примеру, вам нужно просверлить отверстие вот в этой области. Либо где-нибудь вот здесь. Давайте вот здесь вот, на кончике. Что нужно сделать? Нужно с помощью горелки нагреть вот эту область, которую мы собираемся просверлить, до красной. Как бы опустить металл. Хорошенечко пробиваем, чтобы металл стал красным. Ну вот смотрите, все, металл покраснел. Убираем его в сторону. Ни в коем случае нельзя его резко охлаждать. Убираем в сторону и пусть он сам по себе остывает. Видите, да, здесь даже поменялся цвет металла. Разница, цветовая гамма отличается. И теперь попробуем на этом же полотне сделать то же самое. Как вы видите, вот эта часть у нас прогрелась. Также ее откладываем в сторону и пускай она остывает. После того, как металл остыл, пробуем его просверлить обычным сверлом по металлу. Как вы можете наблюдать, сверлит просто замечательно и легко, если металл нагрели и опустили. Теперь то же самое проделаем с вот этим полотном. Все, если вот с этим отверстием пришлось помучиться и при помощи вот этого сверла я его не мог рассверлить, то это без проблем в этом месте, где мы нагрели и остудили, сверлится обычным сверлом по металлу. Так что, друзья, на сегодня все. Если вам понравился мой совет, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. От себя хочу пожелать всем добра, удачи и успехов. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok